СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА По большому счету занимались в спортзале и на искусственной резине. Увидел, что команда создала достаточно для соперника ЦСКА достаточное количество моментов. Но, к сожалению, пока начинаем с того, что будем думать и работать над реализацией этих моментов. То есть самая большая проблема – это реализация момента, судя по сегодняшней игре, или еще какие-то обнаружили проблемы? Я не могу сейчас говорить такие слова, как проблемы. Есть, конечно, вещи, которые не понравились. Есть вещи, которые изначально планировалось немножко по-другому увидеть в тех либо иных футболистах. Но это нормально. Наверное, в принципе, я считаю, что для первой игры в целом, я думаю, я не знаю, как раз смотрелось со стороны, но в целом мне игра понравилась. Есть, конечно, замечания, но игра понравилась. В первом круге чемпионата Молдовы удача была проблема. Причем реальная проблема, связанная с атакующей мощью, скажем так, нападающими. Сегодня тоже нападающих не забивали, а много мазали. Можно ли говорить о том, что проблема еще сохранена? Ну, ни для кого не следует, что первый круг играл практически без нападающих. Мы пописали нападающего. У нас были занятия в Кишиневе. У него была микротравма. У Вардана? Да, у Вардана. Мы его отпустили сюда. Он проходил здесь небольшой курс лечения. И пока он на 90 минут был не готов. Ну, Сережа забивал. Загинайло, в принципе, в Молдове. Мы посчитали, что, ну, как бы, это игрок, который может играть в этой позиции. Ну, сегодня у него игра не получилась. Надо честно признать, что игра у него не получилась. У кого очень не получилась игра, на мой взгляд, все? Игра круто. Опять-таки, я очень уважитель оттяжись к молодому гурсику. Ну, понятное дело, может быть, там сказался вес противника. Да, там немножко парень было видно. Он очень такой, я думаю, будет талантливым футболистом. Он очень много желания. У него и злости правильные, правильные. Да, но вот как-то не получилось у него в игру войти. Я думаю, что с учетом того, что на установке было сказано, без обид, пускай и Масбер в Менкова примет мои слова, что ни в коем случае не создая обрез. Мы видели второй гол, мы получили именно с этого футболиста. Первый гол – это абсолютно безумно, что с этого не было. Но это, опять-таки, мы же здесь не за очками приехали. Мы приехали и смотреть, как команда воспринимает те либо иные установки, которые им ставят. То есть моя задача, в первую очередь, понять завтра, когда у нас реально будет борьба за жизнь, за очки, насколько восприимчивы мои футболисты к тому, что я от них прошу. Поэтому я могу сказать, что, я думаю, процентов на 70 сегодня люди. Выполнили то, что должны были. Мне не на что винить Артема Гайдукевича. Он достаточно хорошо сыграл в воротах. Вы видели, мы играем в три защитника. Опять-таки, это удивило даже и ЦСКА эта игра. Это не является неуважением к соперникам. Это является некой репетицией к тому, когда завтра нам придется выходить в три защитника в чемпионате Молдовы. Поэтому все нормально учится. Давайте пройдемся по новичкам. Васка Калежич, Виталий Бордиян. Кто у нас там еще новый? У нас Вардан Пагасян. Вардан? Да. Вардан? Что? По нему. Как вы оцените его игру? Ну, вы сказали, что он еще не готов на 90 минут. А еще? Ну, еще что? Сегодня что? По игре, во-первых, я вижу, что у парня есть резвость, скорость, которую я хочу. Конечно, там были пара моментов, да, судья поднял боковой флажок, но он должен был его замыкать, забивать. Я пока, честно сказать, каких-то больших выводов по первой игре сделать реально сложно. У нас будет, ну, по меньшей мере, шесть игр, может быть, даже семь игр, да, на этом сборе. Я думаю, что мы по итогу чемпионата этих сборов сможем говорить о том, кто, насколько у нас, ну, смог себя правильно форму приобрести и правильно себя к чемпионату подготовить. У нас тренер по физпроготовке Зоран вернулся, поэтому я знаю его как хорошего специалиста, и я абсолютно убежден, что команда к чемпионату будет готова на все стопы. Знаете, мне понравился у вас как колей за этот колей. Да, он вышел сегодня в позиции вместо Славина, который почему-то, вот, какую-то легкость свою, которая была ранее, у него немножко, как бы, она, ну, какая-то тяжесть. Как будто он играл в гире, скажем, да, такой у меня такой ласковый шел, достаточно неплохо, правда, потом немножко, опять-таки, видимо, это тоже что-то национальное, там, немножко на себя, там, передержай, вы видели, что ЦСКА играл в офсайт, причем офсайт не искусственный, они его создавали, создавали его, значит, грамотно, и это достаточно сложный прием для защиты, это должна быть какая-то полное, полное понимание, да, в этом плане, но были моменты, когда мы могли их, вот, буквально доли секунд нас отделяли от рандеву один на один, но это тоже все нормально, я считаю, что все хорошо. При этом два раза выходили? Выходили, да, и были моменты, но тут тоже вопрос, у нас есть достаточно быстрые хавы, вы прекрасно понимаете, что и заставный, и лазовой, это даже два, которые были, да, плюс ко всему у нас есть и бурсик молодой, который сейчас Руслан у нас, у нас и Саня Бижан, у них часто бывают ситуации, когда они врываются в сотные площадки, ну, может быть, над этим эпизодом мы поработаем, над этим трюком, как надо обыгрывать в отряде, мы поработаем на сборах. Виталий Бордиан, как оцените его игру, он сегодня выступал на позиции опорного полузащитника, насколько я понял, почему там? Да, он играл сегодня на позиции опорного полузащитника, мы поставили сегодня Женю Кучака чуть выше, потому что у нас не было Мани, которого мы тоже там планировали. Мы поставили Женю чуть выше, Бордиана поставили с Гаврииленко в опорной зоне, более того, по плану на игру, как бы, планировалось, что первый в отбор пойдет Гаврииленко, а Виталий будет садиться, как бы, 3-1 мы играли, можно сказать, да. В целом, игрой я его остался очень доволен, я даже не думал, что он, в принципе, ну, по Кишиневским матчам, которые мы сыграли, сложно судить, да, все-таки ЦСКА – это один соперник, как бы мы, что бы ни говорили, как бы мы это не говорили. Видно, что есть хладнокровие, видно, что есть видение в поле. Я могу сказать, что я на эту секунду, я доволен, что он в нашем клубе. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok